Чем бренд глобальнее, тем нам удобнее изучать его вербальную коммуникацию. Основная целевая аудитория до прихода в депо – охотники и рыболовы. То ли тупой, то ли дурак, то ли глупец. А штангу на пол не бросать, а веса после себя убирать. Шапку надел, питаюсь правильно. Все окей. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вообще в рамках ZoomRoom много слов было сказано о брендах, о брендинге. А сегодня говорим о словах и пытаемся нащупать, чем вербальный образ бренда отличается от слов, которые часто пишут на упаковке, в коммуникациях, где кончаются разрозненные слова, которые бренд говорит потребителям, и начинается именно вербальный образ. И рассмотрим это на примере брендов больших, интернациональных, глобальных, и брендов поменьше, у которых нет серьезного ATL бюджета и серьезной массовой коммуникации. Вообще одно или два слова у любого бренда есть точно. И мы знаем, что без нейминга, без названий не обходится ни один бренд. Даже если он называется no name, у него все равно есть те самые одно-два заветных слова, за которые бренд держится и которые считают своей такой вот главной вербальной территорией, главным вербальным активом. Помимо этого, в вербальную идентификацию обычно включают дескриптор, он часто бывает у компаний, у брендов слоган, и легенда. Легенды случаются не так часто у брендов, но если в брендбуке прописана легенда, можно сказать, что вербальная идентификация у бренда точно есть, и она точно на хорошем уровне. Теперь, что бывает не так часто в гайдах и брендбуках. Первое — это тональность. Часто про нее забывают, но вещь, которую в хороших брендбуках можно встретить, — это описание того, как именно бренд говорит с потребителями. Кстати, недавно очень хороший был кейс на эту тему. Это московский транспорт, который нам говорит в метро, срочно выйти из вагонов, покинуть, потому что в соответствии со статьей такой-то вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Вот всякие такие мы обычно слышим от московского транспорта слова-страшилки. И они вот в таком очень повелительном приказном тоне обычно говорили. Недавно, собственно, видимо, в связи с тем, что московский транспорт обновляется, у него такая реновация в связи с чемпионатом мира по футболу случается, они поняли, что нужно думать о том, как они говорят. И в бренд-бук транспорта Москвы включен отдельный раздел про тональность и отдельный раздел про слова, про лексику, которыми нужно говорить с пассажирами. Если это даже фраза «покиньте вагоны», то обязательно там добавляется «спасибо» и «пожалуйста». В общем, там коммуникация продумана так, чтобы бренд звучал уважительно по отношению к потребителям. И образ бренда выбран, у них такой бренд-персоналия – «вежливый джентльмен». Собственно, этот вежливый джентльмен не должен говорить грубо. Он говорит вежливо. Это закреплено на уровне бренд-бука. Мы немножко коснулись лексики, тех слов, которые бренд использует. Если эти слова из года в год неизменны, значит, это тоже становится частью бренд-актива. Понятно, что эта лексическая база, это облако слов, оно постепенно меняется, разрастается, но какие-то важные ключевые слова у многих брендов остаются долгие годы. Мы скоро посмотрим, как это бывает. Семантика – это то, что иногда прописывается уже не в бренд-буке, а в каких-то коммуникационных гайдах, с кем и о чем мы говорим, с какими нашими группами, на какие темы мы можем общаться как бренд. И композиция – это часть такая вот наполовину техническая. Мы тоже посмотрим, как композиционное решение влияет на наш вербальный образ. Тут вот, смотрите, подписан под вербальным образом речевой портрет. Если бы мы говорили о человеке, о персонале, мы бы слова «вербальный образ» видимо заменили вот этим модным сочетанием «речевой портрет», потому что сейчас пишутся монографии про речевой портрет бизнесменов, Путина, Гришковца, каких-то таких вот страт и отдельных личностей, у которых есть ярко выраженные речевые особенности. И у бренда тоже такие ярко выраженные речевые особенности случаются, вербальные вернее, на уровне текстов, которые мы можем увидеть в рекламе. Это такое вот небольшое преуведомление. Перед тем, как мы перейдем к коммуникациям глобальных брендов, чем бренд глобальнее, тем нам удобнее изучать его вербальную коммуникацию. Потому что у глобальных брендов, которые коммуницируют много, часто, и, собственно, коммуникация растянута на долгие годы, она продолжается долгие годы, тем нам легче следить за вот этой вот, в том числе, вербальной стороной, и понять, как же меняется вербальная коммуникация, из чего она состоит. Итак, тональность. Как пример тональности, я поставил одну из коммуникаций Nike. Можно не видеть логотипа Nike, не видеть свуша, чтобы понять, что с нами общается вот такой строгий фитнес-тренер, который все время нам дает какие-то императивы, задания, нагружает какими-то вот такими полезными наставлениями про то, сколько нам подходов сделать, как отжаться, как упасть. это, собственно, такой вот мотивирующий стиль, тон, тональность высказываний Nike. Это, кстати, реклама, направленная на женщин, но с женщинами они общаются ровно так же, как с качками в спортзале. тональность не меняется бренда, он очень консистентен. Всегда мы можем увидеть фразы типа you have to get good before you are good, и вот что ни фраза, то такой вот мотивирующий афоризм. Я это сделала, а давай-ка повторим. И собственно, в этом, наверное, Nike, если рассуждать глобально, можно сказать, что Nike здесь по смыслу высказываний не сильно отличается от других спортивных брендов. Ну, многие так спортивные бренды могут сказать. Но если мы возьмем тональность, те слова, которыми говорит Nike, тот размер копирайтов, которыми он говорит, даже несмотря на стиль, мы все равно получаем узнаваемый и консистентный вербальный образ бренда. И такой пример русскоязычный, совершенно такого сексистского голоса бренду, которого в силу объективных причин не было в какой-то момент его российской истории возможности использовать рекламные образы, а была возможность использовать тексты. Вот они выбрали такой вербальный образ тоже вот по-своему он был очень консистентен, он в каждой коммуникации бил в одну точку. Это вот такой стиль коммуникации, который нам напоминает, наверное, в том числе бренд Axe. Если бы было много таких вот вербальных коммуникаций, он бы выглядел, наверное, примерно так же. и несмотря на то, что слова у бренда Foster's все время разные, лексика меняется, но мы понимаем, что всегда есть лексические вот эти единицы, паттерны закон жизни, закон Foster's, это паттерны, которые мы встретим в любой коммуникации, и кроме этого у нас есть композиция, всегда есть запев, припев, да, вот есть закон жизни, закон Foster's, Foster's такая двухчастная наша композиция. Интернет коммуникации с брендами. Лексика. Иногда бренды держатся за одно слово, которое выбирают для рекламы, идут с ним десятилетиями. Иногда это некий набор слов, которыми пользуется бренд в течение такого длительного рекламного флайта, пролонгирован на год, на два. Вот, например, интересно очень в части лексики, дело обстоит у старой компании Diesel, блестящая вообще коммуникация, блестящая она тем, что здесь все хорошо, да, вот куда ни глянь, то прекрасно. И вот эти образы безумных людей, я в свое время думал, как это лучше перевести, этот stupid, да, то ли тупой, то ли дурак, то ли глупец, потом я пришел к определению, что здесь smart это умный, вернее так, что smart это умный, а stupid это слабоумный, потому что каждая визуализация этого бренда напоминает мем слабоумия и отвага, на мой взгляд. И вот эти вот слабоумные отважные люди действительно вызывают у нас чувство зависти и даже если бы мы не видели этих картинок, а картинки, кстати, для одного и того же копирайта у бренда менялись, то есть под этот копирайт, допустим, было пять картинок разных. Если бы мы даже не видели этих картинок и это нам транслировалось по радио, мы бы все равно перенимали дух бренда, то есть у него есть четкий вербальный образ, который передает ценности дух бренда и заключен и в длинных копирайтах и в подписи в таком moto be stupid, которая стала речевым паттерном и использовалась на протяжении длинной кампании. Мы понимаем, что по лексике у нас есть здесь stupid и smart, такое их противостояние, это такая вот двухполярный мир, и между этими полюсами есть другая лексика, которая меняется от компании к компании. Есть пример, такой, может быть, анти-пример рекламной компании BMW, когда в какой-то момент времени у BMW случился англоязычный слоган Joy is BMW, BMW, а в российском варианте была адаптация, была адаптация и Joy превратился в восторг, и восторг чего-то только не делал, вы прекрасно это помните, он высекал искры из асфальта и занимался самыми разными несвойственными для восторга вещами, был в интернете даже генератор слоганов в стилистике BMW, где брали случайные глаголы и существительные и получались в общем-то неплохие слоганы, которые можно было использовать в коммуникации, но очень смешные при этом, вот, шесть новых граней восторга, в общем, они обогатили русский язык однозначный этой коммуникацией, и смотрите, как легко конкурентам сказать про BMW, не говоря BMW, это говорит о том, что на уровне лексики BMW закрепил за собой слово восторг, и теперь восторг действительно равно BMW, когда конкурентам нужно сказать про BMW, они делают вот так. И на примере BMW, раз уж мы заговорили об этом бренде, поговорим о том, что еще важно для вербального образа, вербальный образ бренда меняется, вербальный образ бренда разный в разных странах, если мы говорим про международный бренд. Вот как менялся логотип BMW, а вот как менялась главная коммуникация BMW на протяжении времени. Сначала они какое-то время использовали немецкий слоган, когда они были вне первой десятки по продажам в Европе, потом они начали бороться за Европу и Америку и ушли в слоган Ultimate Driving Machine, они уже нашли, нащупали свою тему, но, собственно, она в немецком тоже была, это немецкое, это вот что-то типа удовольствие от вождения тоже. Они эту тему нащупали, они с этой темой шли долгие годы, потом в середине девяностых, по-моему, нет, в середине двухтысячных они почему-то изменили себе и начали говорить про то, что они компания идей, поддавшись общей моде на то, что нужно быть инновативными, предлагать какие-то идеи, решения, и вот они изменили себе. Буквально год они сходили налево, потом встукнули себя по лбу, сказали, что же мы делаем, сделали Joy из BMW и вернулись потом вот к этой конструкции про удовольствие от вождения. Все то же самое существует по-русски, но по-русски, как мне кажется, это все звучит несколько жиже, то есть там, где у них есть слово sheer, driving pleasure, там используется вот это вот интересное слово sheer, которое означает глубокий, отвесный, полнейший, то есть там очень много граней смысла этого слова, а у нас это просто вот удовольствие, с удовольствием за рулем. Так вот не совсем это доиграно, что ли, транскреативе, да, транскреатив не смог это вытащить. Поэтому интересно смотреть на то, как бренд говорит, какими словами пользуется на разных рынках, это для создателей рекламы, для тех, кто ее оценивает, крайне важно. Теперь чуть-чуть про композицию. Это больше, конечно, технический аспект, но это аспект важный, если здесь бренду удается быть консистентным, последовательным, это тоже образует, формирует такой вот бренд-актив. Так, сейчас, ой, что же я сделал? Небольшая компания, которая на протяжении долгих лет била в одну точку такой вот текст-only крейтив, без всяких иллюстраций, если кто-то не понимает, в чем здесь прикол, это одна фраза, начало, которая говорит про некую точку А, работы со страховой компанией, когда у человека все хорошо, а конец фразы это точка Б, когда в жизни у человека все поменялось. Это одно предложение. В чем гениальность этого копирайта, и они смогли это вытянуть на протяжении многих лет, это много макетов, много коммуникаций, и они вот этот высокий уровень копирайта выдержали, и тут прекрасно не только что это хорошее копирайтерское решение, а что таким образом формируется вербальный образ. При этом смотрите, в верхней части, там, где у нас меняются смыслы и слова, композиция сохраняется, в ординг разный. Тут нет лексической основы, за которую мы могли бы схватиться, но лексическая основа, такие вот паттерны лексические есть в этой нижней части очень важные слова for all life twists and turns flexible financial plans. То есть они сказали и про гибкость своих финансовых планов, и про те самые повороты, которые заложены в копирайте. Это для них, собственно, и есть та самая лексика, которой бренд придерживается на протяжении всех коммуникаций, которые для бренда гораздо важнее, чем эти заголовки. Ну, вот пример тоже. От них же, если поищите в Пинтерест, можете найти очень много этих коммуникаций, действительно, очень стоящий копирайт. И всем известный пример вербального образа, опять-таки, мы можем не видеть здесь ни ребенка, ни собаки, но услышать голос бренда, и мы понимаем сразу, что это мастер-карт. Больше десяти лет компания использует и вот эту тональность, эту композицию, когда мы слышим, что что-то бесценно, для всего остального есть вещи, которые нельзя купить, для всего остального есть мастер-карт. Ближайший конкурент мастер-карт Visa меняет коммуникации, они тоже пытаются держаться за свои слова, но у них так красиво и стройно не выходит. Поэтому для мастер-карт вербальный образ несомненно является важным активом, который они так долго используют, потому что это уже актив, достояние, от которого уходить не хочется. Да, тоже вот убери хоккеистов, оставь копирайт, все будет так же хорошо и гениально. Да, резюмирую эта часть, вербальный образ держится на семантике, на том, что мы говорим, на тональности, на том, как мы говорим, на лексике, какими словами мы пользуемся, и на композиции, на том, как построено наше высказывание. Мы до этого с вами говорили про глобальные транснациональные бренды, у которых большая коммуникация, и понятно, что им, вот если они хотят выстроить хороший бренд, им приходится думать о вербальном образе, и он складывается на протяжении времени, мы поэтому можем анализировать компанию 8, 9, и 12 года, и видеть, как этот язык формируется. Он формируется на протяжении времени, а есть примеры брендов, у которых нет большой ETL коммуникации, или нет вообще никакой коммуникации в нашем традиционном понимании, наружка телек радио. Поэтому здесь используя такую метафору отражения, мы можем сказать, что есть бренды, у которых отражение очень маленькое, и потребитель не видит бренд в полный рост, а видит какую-то часть этого бренда, очень небольшую. И можем ли говорить, что у таких брендов есть свой вербальный образ, нужен ли им вербальный образ. Пример тех проектов, которые реализованы здесь, в Депо, показывает, что у некоторых брендов такой вербальный образ есть. И создается он на этапе построения бренда, на этапе формирования стратегии, гипотез позиционирования, создания архитектуры бренда, и, собственно, процесса брендинга, и бренд от нас выходит иногда со сформированным вербальным образом. И сейчас мы посмотрим примеры того, как это бывает. Зачем таким брендам, собственно, зачем мы поговорим потом, когда будем резюмировать, уже подводить выводы. А сейчас мы поговорим чуть-чуть о том, как бренды без массированной телекоммуникации добиваются собственного вербального образа. Первый вариант. Бренды могут использовать готовый речевой стиль, который близок к аудитории. Сразу пример. Вот такой бренд, вернее, такие продукты, это охлажденные готовые продукты, и производитель утверждает, что эти продукты вкусные, вот буквально как дома мама готовит. То есть это не фастфуд, это не банальная заморозка, это охлажденная вкусная еда. Коммуницируем с молодой аудиторией, с такими молодыми активными горожанами, офисными жителями, которым важно быстро бросить в микроволновку, разогреть и бежать по своим делам. Эти люди живут не только в офисе, и не столько в офисе, они живут в интернете, они говорят языком мемов, языком хэштегов, языком интернет-общения, и мы встраиваемся в их интернет-коммуникацию, мы перенимаем их язык, мы подстраиваемся под их стиль. Поэтому когда бренд обсуждался, когда обсуждались варианты нейма для этого бренда, сразу оговорюсь, что этот бренд, здесь нет моей персональной заслуги в создании этого бренда. У нас есть стратегический департамент, есть креативный директор, который сегодня ее нет, Анастасия Третьякова. Многие работы, которые я сегодня покажу, принадлежат Перу Насте. И Настя, в частности, придумала этот бренд «Мама, все окей», вспомнив такой мем про то, что вот «Мама, я поел и в шапке, у меня все в порядке». «Мама, все окей, не переживай». И этот бренд, не имея возможности серьезно коммуницировать, тем не менее, понимает, что у него язык-то уже готов, что наш вербальный образ может выглядеть, как экран чата с мамой, которая беспокоится о том, поел, не поел, купить, не купить, слишком много гулянок и вредной еды, а вот уже исправился, мама, все окей. И бренд и бренд вплетается в естественный контекст коммуникации. Это забавно и это очень релевантно аудитории. При этом это может быть реально вот такой носитель на шкафчике, да, это уже вызывает улыбку, это уже вызывает желание ближе познакомиться с брендом моего другими высказываниями. И нам это настолько язык понравился самим, что в депо даже есть вот такая добрая традиция постить или в понедельник, когда всем грустно, или в пятницу, когда всем весело, вот такие вот милые карточки, чтобы своих мам успокоить. Мама, все окей, не то, чтобы совсем выпал из реальности, у меня просто сейчас пять тендеров, а так шапку надел, питаюсь правильно, все окей. Есть коротко пример того, как большой бренд KFC тот же молодежный язык использует. Для KFC некоторое время назад силами депо был сделан редизайн сей упаковки, в том числе фейслифтинг вот этого уважаемого господина, полковника Сандерса. Кроме того, что у него поменялось лицо, и он несколько помолодел, у него и манера общения стала более молодежной. Это не значит, что мы поменяли коммуникацию бренда на глобальном уровне. это не значит, что мы даже в российских коммуникациях что-то изменили. Вот здесь, на боковой части упаковки каждый потребитель бренда KFC может понять, что полковник Сандерс теперь думает и говорит несколько по-другому, что в его речи тоже могут появиться хэштеги, что он может сказать панировку 80-го левела и для молодежи и для Сандерса это понятно теперь. Не тарабарский язык для него. И мы видим, что здесь есть тоже у нас лексическое ядро, такой интернет, сленг, есть своя тональность, есть своя композиция. Видите, всегда вот эти красные заходики, запевики всегда присутствуют. заценил новинку, на обеде не беспокоить. Соответственно, мы здесь можем говорить, что даже в таком формате реализован такой вот вербальный образ бренда, связанный с молодежной аудиторией. Также бренд может использовать для высказывания сам продукт. Вот это замечательное правило, если кто-то сталкивался с теорией решения изобретательских задач, говорят, вот есть продукт, есть его коммуникация. Всегда специалисты по три думают, а вот как бы можно было сделать так, чтобы коммуникация случилась, а мы за нее ничего не платили, чтобы коммуникацией был сам продукт. И вот, пожалуйста, вам инженерное решение. Действительно, продукт и его упаковка могут выступать основным коммуникатором и носителем вербального образа бренда. Пример. Термосы Арктика. Производитель, который делает уйму, просто уйму термосов. Там, по-моему, у них более двух тысяч СКЮ на все случаи жизни. Основная целевая аудитория до прихода в депо охотники и рыболовы, которые покупают термосы, но их все-таки недостаточно для того, чтобы совсем очистить склад. Нужны новые аудитории, нужно новое позиционирование. И после воркшопа с стратегами депо стало понятно, что от такой традиционной рациональной аудитории мы должны перейти к такому лайфстайл позиционированию, что термос это, в принципе, часть твоей свободы. Часть свободы быть вне дома, часть свободы есть пищу той температуры, которую тебе нравится есть в то время, когда тебе это нужно. И когда мы погрузились в эту тему, мы поняли, что действительно термос может стать частью лайфстайла. А как об этом донести, как об этом рассказать потребителям? Ведь термосы-то пока у нас не меняются. Мы не можем поменять все 2000 термосов и сделать их кардинально другими, покрасить их в цветочки и паттерны, которые созвучны вкусом нашей новой обновленной расширенной целевой аудитории. А мы можем сказать об этом, мы можем сказать о тех ценностях, которые у нас появились. И мы можем сказать, что Арктика теперь это свобода, пользуясь такими вот инструментами вербального брендинга. Мы пользуемся этими инструментами на страницах каталога, используя любые носители, возможные для этой коммуникации. Вот, кстати, вот, чтобы создать вам немножко такое 4D ощущение, тут некоторые есть живые упаковки. И, собственно, главный носитель наших высказываний о том, что такое свобода в понимании Арктики, это упаковка 2000SQ. Перепаковать хотя бы часть можно. И бренд получает площадку для высказывания, и, собственно, что-то было перенесено даже на сами термосы. что-то было перенесено на сами термосы, но большая часть этих высказываний это упаковка. Высказывания разные, они создают такой многогранный образ свободы, который готова разделить целевая аудитория. Кстати, пока мы далеко не ушли от примеров с упаковкой, посмотрите обязательно или у нас на сайте Депо в кейсах, или на составе описание кейса заодно. Это кондитерская, это конфеты, выпускают с фабрикой коммунарка белорусской и с брендом заодно мы прошли почти двухлетний путь, когда создавался не только бренд, но и сами конфеты. Создавались вкусы и создавалось позиционирование этих конфет и в какой-то момент стратеги поняли, что про эти конфеты хочется, поскольку там было довольно много СКЮ, про каждый СКЮ, про каждый вид конфет, хочется рассказывать истории. И там прямо на упаковке мы рассказываем эти истории немножко в стилистике Гришковца, если его перенести куда-то в печатный формат. И упаковка это выдержала. И получился замечательный кейс, который и призы получил, и известность. Посмотрите, если не слышали, посмотрите, будет очень интересно. Это подтверждение вот этого тезиса, про который я говорил на примере Арктики. Также, если упаковки не хватает, не у всех же есть 2000 термосов для того, чтобы что-то на них писать. Говорящие термосы есть не у всех. Зато у всех есть выход в онлайн. есть кейс, который буквально на днях получил бронзу на белом квадрате. Кейс простые правила. Это компания, занимающаяся выпуском игр. Игр в основном для детей, детская аудитория. Они к нам пришли за новой упаковкой. Сказали, вот что-то у нас продажи не идут, наверное, дело в упаковке. Поменяйте нам лицо. А когда стратегии начали этим заниматься, они поняли, что не в лице, не столько в лице дело, сколько в том, что бренду нужен голос больше, чем лицо. Потому что среди транснациональных монстров, которые выпускают свои монополии и алиасы, среди стартаперов, которые собирают на кикстартере деньги на игры и потом их по совсем по бросовым ценам продают, очень сложно выделиться просто дизайном. Нужен свой узнаваемый голос, своя тональность и свой вербальный образ в том числе. И здесь мы предложили клиенту использовать язык манифестов. Манифест это всегда сильно. И если, как говаривал известный персонаж, если есть точка опоры, можно перевернуть землю, если у бренда есть вера в то, что он говорит и вера в этот манифест, значит, он может изменить многое вокруг себя и перевернуть свою индустрию, по крайней мере, попробовать это сделать. В части манифеста каждый ребенок имеет право на игры, каждый ребенок должен иметь друзей, каждый ребенок это личность. эти тезисы созвучны тем вещам, которые транслируют движение B Corporation, очень интересное движение, которое на Западе набирает силу, к которому присоединяются компании, понимающие, что они не только для стейкхолдеров существуют, но они также существуют для общества, и они стараются свой вклад внести в то, чтобы общество было здоровым и развивалось. Здесь компания «Простые правила», бренд, говорит про важные для аудитории вещи и предлагает аудитории присоединиться к этому манифесту. Понятно, что что-то прописывается на упаковке, понятно, что что-то влезает в пакет, когда человек уже покупает эту игру, но один из важных носителей нашего вербального образа это сайт. Специальный сайт для манифеста, где есть и видео про то, как люди говорят о наших правилах. Есть сами постеры, есть расшифровка этих правил. В общем, это для компании, у которой не так много коммуникационных возможностей, очень большое подспорье, выход в онлайн и возможность сказать все, что хочешь в том формате, в котором тебе нужно, донести это до целевой аудитории. Следующий тезис. Если тебе хочется высказаться или нужно высказаться, делай это фирменно. мы понимаем, что у многих брендов есть вербальная коммуникация, но просто по определению, по умолчанию. Допустим, если это ресторан, у ресторана есть меню. Если это фитнес-клуб, у фитнес-клуба есть постеры, которые нас встречают. Пожалуйста, наденьте бахилы, пожалуйста, сюда ходите, а вот здесь женская раздевалка, туда не ходите, а вот здесь осторожнее, можно упасть скользкий пол, штангу на пол не бросать, веса после себя убирать. И бренд может про это по-разному сказать. У нас есть, он может про это по-разному сказать, он может сказать об этом формально, просто не подумать о своей тональности, а может сделать из этого актив своего бренда. И вот пример очень свежий того, как мы поработали с точками контакта бренда с аудиторией и подумали, вербальную часть вытянуть до нужного нам уровня, до уровня бренда актива. Космос это группа отелей. В группу входят отели трех разных уровней, трешки, четверки и пятерки. Все под одним зонтом, все космос, только трешки это май космос, четверки это космос просто, и пятерки это космос коллекшн. У каждого отеля есть свой стиль и своя тональность коммуникаций, которая в том числе в вординге, в нашем вербальном стиле выражается, находит отражение. У трешек это коммуникация, которая всегда начинается с словом май. Какие-то открытки про май саммер, блокноты май нутс, вот эти носители, самые формальные из формальных, мы сначала их тоже формально сделали, клиент говорит, слушайте, вот если мы свой язык ищем, давайте здесь найдем новые слова, которыми можно сказать, вот это Do Not Disturb, я в конце покажу вот просто пример, как это в отелях разной категории говорится. Входит он в ванную, там тоже это, понимаете, в чем дело, можно это назвать брендингом, это действительно брендинг, действительно мы помечаем все возможные территории нашим брендам, но при этом это и высказывание, это часть нашего вербального образа, это и вербальная коммуникация в том числе. Это не просто про красоту, это и про смыслы. А если за клиентом приехал челнок, чтобы отвезти его в аэропорт, это обязательно будет MyRide. В чем еще особенность этой коммуникации, смотрите, здесь есть голос фирменный, голос, который во всех трешках будет одинаковым у космоса. Есть такой говорок, такой диалект местный, который вносит свой речевой колорит в образ нашего бренда. Если трешка на Арбате, то здесь легко может появиться такая коммуникация, где будет кусочек вербального образа Акуджавы. Мы к нему прислонились и сказали, что мы на Арбате, поэтому пожалуйста, получите не только образ Акуджавы, но и кусочек его слов. Сами можем придумывать какие-то копирайты, связанные с этим Арбатом. Это действительно такой диалект местный, который украшает наш речевой образ. Кофе. Арбат бодрит. Варим кофе по-арбатски. И вот таких вот мелких изюминок можно найти много. Есть целый отдельный гайд, который описывает, как их искать, в том числе в речи. И как внедрять эти вещи в разные тройки, в разные отели. Будь то Арбат или Уренгуй. Везде есть свои особенности, в том числе речевые. А если Питер взять, вот эти все куры и поребрики, вот пожалуйста. А у четверки свой речевой стиль. Все начинается со стея. Думали, что будет тесно, не тесно. Наоборот, это вот, как говорил один мой товарищ, это импровизация в пределах композиции. Лучше себе задать границу и внутри границы уже начать импровизировать. И тогда получаются хорошие решения, в том числе копирайтерские. «Стей with us», как такой основной мото, основной слоган. «Стей креатив», как надпись на блокноте. «Стей фреш», как надпись на зубной пасте. «Стей hot», кофе. В рекламе «Стей awake», потому что мы вас вовремя будем. «Стей онлайн», потому что мы вам раздаем бесплатный Wi-Fi. Мы ничего не подтасовывали, мы искали точки контакта, искали разные атрибуты, и в эти атрибуты внедряли там, где можно вербальный образ. Вернее, мы смотрели, что у отеля уже это в каком-то виде есть, они что-то там пишут, но пишут не то, что нам нужно. Хочется по-другому, хочется консистентно, чтобы этот голос звучал как голос бренда, а не как случайный шампунь положили. А вот пятерка, и пятерка уже говорит, у них коллекционность такая идет, мы коллекционный штучный отель, и у нас есть коллекция впечатлений, у нас есть коллекция подарков, и у нас вот все про такую дороговизну и коллекционность, что бы это ни было. Collection of Impressions нам понравилось особенно, поэтому он здесь используется чаще других, но это может быть beauty collection, да, то же самое, зашел в ванную, но видит уже другие шампуни с другими надписями. И обещанные таблички, видите, тройка говорит, не просто do not disturb, а приходите попозже, а четверка говорит, в таком ироничном немного ключе, как может сказать такой вот хороший умный бизнесмен, собираюсь с мыслями, прошу не отвлекать, а пятерка говорит, пожалуйста, не беспокойтесь. Да, она с чувством собственного достоинства высказалась. И собственно, возвращаясь к началу лекции, сейчас как раз самое время нам понять, к чему же нам слова. Еще раз это для себя подвести такой итог. Слова нам помогают и в случае больших брендов, и в случае брендов малых, у которых нет ITL-ной большой коммуникации, помогают найти общий язык с аудиторией. Мы это видели на примере «Мама, все окей?». Даже на уровне названия этот язык найден, этот язык заявлен. Дальше бренд его может развивать. У него может быть один POS в этом году и 25 в следующем, но язык уже есть, язык уже заявлен, он найден, и это хорошая подстройка под аудиторию, которая с помощью образов не могла бы быть достигнута, только слова. Слова помогают рассказать о ценностях и личности бренда. Мы это видели на примере кейса «Арктика». «Арктика» хочет сказать, что она изменилась, то так говори. Лучше один рассказать про свободу, чем увидеть тысячу картинок с улыбающимися людьми, выныривающими из проруби, потому что выныривающий человек может быть про моржей, а слово «свобода» только про свободу. Предложить игру в слова. Это вот уже мы постепенно переходим от таких вот общих вещей к вещам, которые являются с точки зрения вербальной коммуникации высшим пилотажем. Когда бренд предлагает состоятельную игру в слова, это всегда очень интересно. А попробуй написать слоган так же, как у меня написаны два моих, только у меня копирайтеры сидели, а ты теперь в том же духе продолжи. У нас выступала Маргарита Васильева, многие знают, питерская дама, светоч российского копирайтинга. У нее есть кейс для пятерочки, знаменитое о качестве в пятерочке. Можно по-разному относиться к этой рекламной кампании, но одного точно не отнять, там было очень много народного творчества вокруг этого слогана. Все эти Штирлиц шлет шифровочку о качестве в пятерочке, бесконечное народное творчество вокруг слогана, оно действительно имело место, это не фейк, придуманный в агентстве, это вот такая волна народной поддержки, которая у этого слогана была. Но это у пятерочки было, по-моему, 10 лет назад, поэтому многие из аудитории могут этого не помнить. Ну, посмотрите, кстати говоря, это кейс хороший, интересный, хоть и не наш. Игра в слова получается не у каждого бренда, то есть вот иногда бренд пытается пустить некую волну, сказать, а вот давайте придумаем таких же слоганов. Волну могут не поддержать, если поддержат, классно, и это, ну, бренду помогает стать частью жизни аудитории. Важно для бренда войти в повседневную речь, но этого все хотят, все этого хотят достичь, не у всех получается, это вот уже совсем, да, вершина, наверное, вербально, вершина того, к чему может стремиться этот вербальный брендинг, создание вербального образа, чтобы бренд вошел в язык. Если эта мама все окей, допустим, станет мемом, да, это будет замечательно. Если какие-то конструкции, вот как это у визы, как это у мастер-карт получается, войдут в язык, они, собственно, и вошли в язык, да, мы часто говорим, вот это бесценно, ну, а для всего остального есть мастер-карт. Вот это вот тот бренд-актив, который стоит очень дорогого, и он вне вербального образа был бы невозможен. Собственно, это такой вот главный вызов в том, что касается создания вербального образа. Собственно, все. Продолжение следует...